МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудницы древней профессии, рязанские полицейские в ходе рейдов, задержали дам несложного поведения. Нырнем прямо в сказку. В Новомичуринске успешно действует дайвинг-центр. Ну и теперь обо всем подробнее. Вчера в районе платформы 203-й километр вновь случилось происшествие. Фактура привычна и трагична. Человек попал под поезд. Сбило женщину. На момент получения нами информации стало известно, что она находится в коме. Вообще платформа 203-й, особенно железнодорожный переезд в районе остановки, спортивные. Места традиционно опасные для пешеходов. Так, в конце этого марта на спортивном переезде под колесами поезда погиб пенсионер. Ранее, 8 февраля, здесь же сбила подростка. А на 203-м, около месяца назад, под электричку попали двое. Семейная пара. Мужчина и женщина сразу погибли. Так что поезда не щадят беспечных. А то, что железная громадина беспощадно, понятно всем. Мгновенно ему затормозить никогда не удавалось. Так что выводы пешеходы должны делать в этой связи однозначные. Сегодня мы выяснили, что переезд в районе остановки спортивные все же будет теперь намного безопаснее. Рабочие заканчивают установку покрытия, и уже вовсю звенит тревожный сигнал нового светофора. Рассказывает подробнее Оксана Тебенихина. На улице спортивный железнодорожный переход оснастили светофором. Такие меры были приняты в связи с тем, что в последнее время участились случаи наезда поездов на переходящих пути людей. Ну а сам светофор имеет вид привычного нам всем зеленого человечка с очень громким сигналом. Что понятно, порой только гул взлетающего самолета может предупредить, скажем, подростка в наушниках или глуховатого пенсионера. Вообще 201-й километр считается наиболее опасным местом в нашем городе в плане отношений человека с поездом. И переход этот был необходим именно в современном виде изначально. Но, как говорится, в нашей стране никто никогда и пальцем не пошевелит, пока петух в одно место не клюнет. Сейчас шевелят и пальцами, и более мощными инструментами. Ну а работы по реконструкции перехода и установке светофора по неофициальной информации планируется завершить завтра после обеда. Теперь все зависит только от самих рязанцев и их сознательности. А также говорим специально для молодежи и от громкости музыки в наушниках плеера. Еще информация о движении. С сегодняшнего дня на трех улицах Рязани будет ограниченное движение. Администрация города сообщает о следующих векторах. От Народного бульвара до 47-го дома по Московскому шоссе. По улице Ленина от Почтовой до Праволыбецкой. По проезду Шабулина на пересечении с Октябрьской. Уже в субботу будет организовано движение до кладбища автобуса номер 2. Традиционно к двум автобусам будет добавлено еще два. То есть будет работать четыре автобуса. Режим работы с 7 до 19 часов. В воскресенье 20-го числа на маршрут номер 2 мы добавляем также два автобуса. Будет работать четыре автобуса. На маршрут номер 3 работать будет один автобус также с 7 утра до 19 часов. На маршруте номер 6 будет работать дополнительных два автобуса. Всего будет работать 8 автобусов. Интервал движения составит 13 минут. Ну а Рязань готовится к Пасхе, которая наступает, напомним, в ночь с этой субботы на воскресенье. Информы здания сообщили, что в этом году наши хлеб-заводы выпекут более 100 тонн пасхальных куличей. Они будут разных габаритов от небольших 100-граммовых до солидных весом в полкило. Производители заявили о высоком качестве праздничной продукции, натуральном сырье и нарядной упаковке, в том числе в термостабильной. Сегодня за процессом изготовления куличей на 3-м хлеб-заводе наблюдал Глеб Галушкин. К наступающему главному православному празднику работники рязанских пекарен начали готовиться еще с начала года. Как говорят специалисты из лаборатории 3-го хлебозавода, к Пасхе они разработали и внедрили новые виды куличей. Это, во-первых, классический кулич пасхальный из дрожжевого теста, покрытый сладкой белковой глазурью. И второй вид куличей – чудо-кулич, обильно приправленный орехами, изюмом и цукатами. Новый вид кулича, сдобного сильного кулича, но недрожжевого, недрожжевого, который называется кулич от Марии. Это просто чудо-кулич. Поэтому обращаюсь ко всем рязанцам нашего города и жителям области, чтобы они купили, попробовали этот кулич. Я думаю, само название чудо-кулич им приятно и удивит по своему содержанию. Это действительно кулич, предназначенный для этого светлого дня. Еще одним новым введением стало приглашение прямо на производство православного священника. Работники третьего хлебозавода уверены, что от этого их пасхальная выпечка станет только вкуснее и полезнее. И еще о Пасхе. В праздничный вечер в Рязани впервые состоится общегородской пасхальный крестный ход. Как сообщает сайт епархии, после вечернего богослужения из Бориса Глебского собора, Вознесенского, Егатерининского, Благовещенского, Входа в Иерусалимского храмов и Казанского женского монастыря тронется процессии духовенства и верующих. Крестный ход проследует в Рязанский Кремль, где в пять вечера на Соборной площади перед Успенским собором под открытым небом будет совершена пасхальная Великая Вечерня со встречей благодатного огня. Возглавят богослужение митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Но жизнь такова, что печаль и радость, веселье и грусть, а также высокие приземленные всегда идут рядом. Так было и так, наверное, будет. Сегодня рязанские полицейские поделились с нами материалами рейда, в ходе которых правоохранителями были задержаны весьма любопытные персонажи. На днях сотрудники полиции проводили рейдовые мероприятия в сфере нравственности. Речь идет о выявлении фактов занятия рязанских представителей продажной любовью. Рейд оказался не без улова. Правоохранители отыскали и, похоже, без особого труда вполне себе фактурную жрицу любви. Может, я все по любви хочу? Нет, хороший. Нет, хороший, да? Ну, надо, конечно, все устраивает. Вижу, пока так. Пока так? Ты только с одним, да, если? А вас еще? Не, ну, может быть, два человека. Еще один человечек будет. Два максимума. С двумя. Оплата за двоих будет. Задержанная рассказала, что хоть и работает давно, делает это лишь периодически, но когда нет денег. Хорошо, что когда деньги есть, она не подрабатывает, скажем, нянечкой в детсаду. Но это так, к слову. Вот так нормально получается? Ну, когда как, я долго не стою. Когда как? Понятно. Ну, полчаса тысячи рублей, не больше полчаса. Угу. И в день сколько у тебя народ получается? Ну, я немного стою. Ну, примерно. Ну, два, три, четыре когда-то. Задержана девушка не впервые, но, видимо, все же доход от сомнительного времяпрепровождения превышает сумму штрафа. Данная гражданка была доставлена в отдел полиции номер 4 для составления административного протокола, предусмотренного статьей 6.11 КООП РФ. Данный протокол после его составления будет направлен в мировой суд Московского района города Рязани. Официальная хроника сегодня связана с открытием в деревне Елтунова целого завода. Предприятие, по прогнозам, позволит создать более 800 рабочих мест, а на полную мощность завод должен быть запущен к 2015 году. Елтуновский проект – это, в первую очередь, биотехнологического комплекса по производству фармацевтических препаратов. На открытии был Глеб Галушкин. Фармацевтическое предприятие, открывшееся в поселке Елтунова Рязанского района, станет крупнейшим производством своего профиля на территории всей Восточной Европы. Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Олег Ковалев назвал пуск форта знаковым событием не только для Рязанской области, но и для всей российской фармацевтической индустрии. Это предприятие для меня важно тем, что оно занимается импортозамещением. Но представьте себе, у нас эпидемия гриппа, а нам Запад не дал препараты. Что делать? Понимаете? Поэтому в этом плане, конечно, мы должны обязательно обеспечить рынком избыта на этом предприятии, даже с точки зрения, если хотите, интереса национальной безопасности. Есть продовольственная безопасность, есть медико-биологическая безопасность, я бы так назвал. И, конечно, в этом плане я буду проявлять высокую активность и все ломбийские свои силы и возможности использовать для того, чтобы лоббировать продукцию нашего предприятия при прочих равных условиях. При выборе места строительства завода учитывались налоговые преференции для инвесторов, предусмотренные законодательством области, а также логистика региона. Одним из важных факторов стал и тот, что недалеко от завода находится Окская фабрика, которая станет одним из основных поставщиков сырья. Это был серьезный выбор, это было целое исследование, мы исследовали многие близлежащие области, остановились на Рязанской области, как ни странно, не из-за климата, не из-за каких-то других вещей, а из-за очень серьезного потенциала кадрового. Ввод второй очереди производственного комплекса запланирован на 2015 год. Также в дальнейших планах компании «Форд» выпуск принципиально новых классов биотехнологических лекарственных препаратов и выбор новых терапевтических направлений в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами, как в России, так и за рубежом. В Рязанскую провинцию, если можно так сказать про славный город Новомичуринск, выезжала и Оксана Тебенихина. Но ее сюжет связан отнюдь не с техническими проектами этого немалого промышленного центра. Больше интересовала автор загадка морских глубин. И в Новомичуринске об этом есть кому поговорить, да и понырять. Во время командировки в Новомичуринск, город, в котором начала вещание и наша телекомпания, мы первым делом заехали в место, которое все называют здешней достопримечательностью. Это дайвинг-центр «Садко». Ну, пришла идея открыть дайв-центр, она как бы пришла стихийно. Ездили в страны Южный Египет, очень там понравилось. И как бы решили организовать в Рязанской области вот такой дайв-центр. Мы как бы искали долго место. Вот это место самое было перспективное для того, чтобы как бы начать и попробовать открыть дайв-центр. Ну и в принципе, как бы потихонечку удается нам это делать, но хотелось бы привлекать более молодежи побольше. Как бы спорт на сегодня очень активен. И хотелось бы, чтобы ребята приходили в спорт, занимались подводным плаванием, подводным ориентированием под водой. То есть это интересное увлечение, когда можно проводить досуг. Действительно, «Садко» словно островок романтики в новомичуринском пейзаже с его в целом техногенном профилем. Да и само направление работы «Садко» более чем романтичное. От простой, но увлекательной рыбалки до, разумеется, подводных погружений. Комната считается для оборудования. Тут происходит ремонт оборудования, выдача, ну и соответственно хранение всякого доверского оборудования, теплое помещение для того, чтобы оборудование хранилось и эксплуатировалось. Маленькие домики, да, нужны для того, чтобы люди как бы уединились с природой. Вот один из этих домиков как бы стоит на воде. Люди, приезжающие сюда, могут отдохнуть, еще как бы провести свой отдых и жить прям непосредственно на воде. Так что вот такая она, наша периферия. И простая, понятная, и доступная с одной стороны. И неожиданная, яркая и современная с другой. Так что уезжая, мы желали новомичуринску не только трудовых успехов, но и счастливых погружений в таинственные глубины. Главное, чтобы их количество равнялось количеству всплытий. Такова сегодняшняя информационная панорама во времени говорить. Впереди у нас хороший, надеемся, вечер и программа подробностей. Сегодня в ее студии будет Юрий Куприянов, президент областной федерации конного спорта. Речь пойдет о предстоящих у нас в мае крупных соревнованиях. Поэтому красивейшему, надо сказать, виду. Так что ждем рассказа о турнире конников. А завтра мы с вами вместе подведем итоги уходящей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин